Да и сама анимация имеет свой собственный стиль, и я поведу вам о том, как с помощью кучки аддонов из виркшопа, парочке друзей и желание сделать приколбасу. Сделать приколбасу. Приколбасу-то хорошо. Май не явной, с вами. Всем привет, и сегодня с реакцией, знаете на кого? На Хумаса, которого вы очень сильно просили. Его ролики про Гарри Смод, про SFM. Я первым решил взять Гарри Смод, я в него играл. Да и в SFM я когда-то что-то делал, кое-что. Не буду говорить, что. Короче, Гарри Смод это искусство. Слышит, будто бы я там какое-то непотребство делал. Нет, я там делал нормальные вещи, не надо. Если что, это не связано с 18 плюс контентом. Все окей, все законно. Короче, Гарри Смод это искусство. Че, готовы смотреть. Кстати, а знаете, где можно Гарри Смод купить по дешевке? Вот на аккаунт. Или выиграть его. У меня появился свой магазин игр. Там есть все. Возможность выиграть лицензионные ключи к множеству игр. CSGO Premium, Overwatch, Minecraft и многие другие игры. Также вы можете стопроцентно купить аккаунт, даже с полным доступом. Также есть промокод Майни10, по которому вы получите 10% скидку. И знаете, что еще? Если вы мне кинете номер заказа в личку ВКонтакте, он указан, когда вы его оплатили на сайте. Я вам обязательно распишусь на стенке. Главное, откройте ее заранее. Ссылка и промокод есть в описании и в закрепленном комментарии. Пользуйтесь. А вот теперь давайте смотреть. Погнали. Окей, let's go. Let's go. Вроде взрослые люди, а мозгов нет. В наше время вообще трудно взрослеть. Как можно повзрослеть здесь? Гарис мод. А вот это хумас. А это его новый видос. Блин, прикольно сделана составка. Ах, черт. Хэви го гейн. Эпично. Воу. Наташ, конечно, крутой. А дальше что? Давайте такая ставим, в принципе. Ооо. Круто ведь. Мне не доделывать. Как минимум неплохо. Данный прикол был сделан в этой потрясающей... Какая прекрасная. ...видео игрушечки с помощью нескольких человек и десятка аддонов. И речь сегодня пойдет о гаррис моде и движке Сурс в целом. Слушайте, динамично и прикольно. Игровые нарезки под моду, а настоящий old effects... Неплохо. Это позор. Я искренне люблю гмот и другие сурсовские игры. Об этом хочу рассказать... Оо, Стэнни Парабл. Блин, хочу поиграть Стэнни Парабл, почему-то вечно забиваю... Надо играть. ...какую-то любовь или заинтересованность. Если вдруг никогда не играли ни во что на этом старом, но все еще крутим бомбовом дышке. А если играли, то возможно... Держок хороший, да. Затрагивать CSGO, Apex Legends и Titanfall, которые, кстати, были сделаны на сурсе, я сегодня не буду. Речь пойдет о старых, а скорее не новых играх. Но, думаю, львиную часть видоса я посвящу моду Гарриса и еще какую-нибудь дресне. На данный момент игре уже 13 лет. Какой? Она и развивается за счет невероятно талантливого комьюнити. Одного из самых лучших, что... Блин, в Гаррис моде очень большое комьюнити. Особенно всяких контент-мейкеров. Вот именно те, которые делают постеры, всякие смешные ролики. Я не... Она бомбическая, реально. ...когда-либо встречал в играх. Глобальных обновлений игры уже не было долгое время. Но радует, что разработчики хотя бы создают видимость того, что продолжают поддерживать игру. По крайней мере, они регулярно выпускают какие-то фиксы и еще что-то там. Я не вникал, если честно, просто тянухра на метраж. За эти 835 часов в стиме и часов 200 на пиратке я повидал и попробовал многое в Гаррис моде. А поэтому попробуем вам рассказать обо всем самом интересном, на мой взгляд. И постараюсь чему-то вас научить. А ну-ка. Очень весело. Чем не творчество? Это уровень моего творчества, я считаю. Я так же могу его. Единственное, что я могу. ...приятивно, если ваши руки растут откуда нужно. Итак, вот вы купили Гаррис мод, установили и запустили его. Что дальше? После того, как вы поймете основные механики спавна NPC и стрельбы по ним, поиграете с инструментами и осмотрите все стандартные карты, вы поймете, что в чистом Гаррис моде особо-то и нечего делать на сегодняшний день. И вот ты обнаруживаешь в главном меню игры эту непримечательную кнопку, которая несет десятки, сотни, возможные тысячи часов геймплея и является потенциальным источником для творчества. Это да, там очень много всего. Годный монтаж. Вообще годный. ...самое веселье, десятки игровых режимов, тысячи карт, тысячи аддонов на оружие, сотни аддонов на различный транспорт, NPC, инструменты, модельки на игроков, сохранения, другие пользователи, другие... ...и другие. ...после того, как ты понял, что из себя представляет... ...самая игра, необходимое направление, в котором ты будешь работать, естественно, идея. Здесь ты можешь делать много, начинать постеров, продолжая анимациями и машинами, как та, что была в начале, и заканчивая смешиванием всего вышеперечисленного в один крупный проект. Конечно, здесь можно сделать еще много чего, но все перечислять я не буду. И так как опыта анимации в гмоде я не имею, а Горисмод имеет очень своеобразный и неповторимый набор инструментов для анимации, да и сама анимация имеет свой особый стиль, и я поведу вам о том, как с помощью кучки аддонов из виркшопа, парочки друзей и желания сделать приколбас... ...сделать приколбас... ...к сожалению, не умеет гуглить и искать информацию в интернетах, а поэтому я буду проводить вас за ручку и рассказывать, как найти то, что... Почему сын более старый, чем батя? Вы гляньте, у него маршины, боже. Лично меня не устраивает функционал стандартной гмодовской камеры. Конечно, при удачном расположении рук можно сотворить что-то неплохое с помощью нее, как я и сделал в этом видео, которое сейчас идет на фоне. Но, безусловно, лучше иметь инструмент с более гибкими настройками, чтобы не оборвать творческий флоу... Линьё, ну да, слушайте... Ну, слушайте, ну да, там камера, можно сделать все что угодно. Доли зума, всякие другие эффекты. О, доли зума эффект. О, хайфовый. Пожалуйста, тебя никто не держит. Почему бы и нет? Нас станатить будет, чувак, круто делает, реально. Надо будет, как привезда, пешечка, кинуть ему рубликов. ...в голове и расписать это в блокноте. А после чего отталкивается от общей стилистики искать подходящие аддоны с оружием, транспортом, NPC и плеер-моделиками. Или импровизируй. Не думаешь, что кто-то будет против. После того, как ты собрал готовый сет для съемок, нашел подходящий инструмент и, возможно, даже людей, можно приступать. Действуй по сценарию, который ты сходишь, нигде не записал. Ай, больно. О, Кодзима. Комбинирую общие, средние и крупные планы, чтобы все смотрело живо, гармонично, поэтично, красиво, классно, прикольно. Вследуй композиционным правилам и нарушай их, когда это нужно. Используй различные приемы в съемке, например, доли зум. По-моему, это очень крутой эффект, который, вероятно, простые исполнения, очень эффективен, когда ему мело пользуются. Я его использовал в этих моментах вступительного прикола, если что. Вот здесь тоже. Зачастую эффект Хичкока или же доли зум применяется в сценах, где необходимо передать потрясение героя или беспокойство. Всегда можно. Нажал Q, зашел в настройки и выбрал параметры. Затем можно отпустить Q и нажать C, которая S. Вот это, основная менюшка для настройки этого приколбаса. Тут все просто, разобраться не составит труда. Сейчас нам нужен только этот пункт, а вернее данный ползнок, который отвечает за скорость зума. Я поставлю секунды 2-4. А теперь осталось найти объект, который будет в центре внимания. Нужно вроде зум и фов менять, то есть. Ходящий ракурс для того, чтобы передать необходимую эмоцию. Все нашли, теперь просто нажимаем ПКМ и отбегаем назад. Круто. Полное говно. То же самое можешь сделать и наоборот. Прикольный эффект, короче, идем дальше. Ну, можно сейчас с фовом поиграться, это будет вообще прикольно. Фов плюс доли зум, короче, это очень бомба. Есть вот этот пункт с постобработкой. И вкладка с эффектами сейчас нас интересует больше всего. Здесь много разных эффектов, но я задержусь на глубине резкости. Или, как говорят у нас в России, доф. Очень круто и невероятно полезная тема. Блюрчик. Очень важно. Разберите фон, так сказать. Реально говорю. Итак, глубина резкости это фокусировка, если говорить про проще. Первый ползунок отвечает за силу блюра, а второй за расстояние, на котором будет заканчиваться четкая картинка и будет начинаться размытие. Депс. 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 Сука. Депс. 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 Позволяет заострить и сфокусировать взгляд зрителя на каком-то важном объекте. Но это не значит, что все, что находится за пределами фокуса не важно и не может быть центром внимания. Что вообще такое центр внимания и как узнать, где он находится? Ну, типа, на самом деле, это все работает и в обычных съемках. Если вы занимаетесь видеосъемкой или фотографиями, то все это делается, весь этот DOF делается с помощью диафрагмы. Кто не знал, покупайте себе объектив с диафрагмой. Короче, с открытой дыркой покупайте, чтобы 1.6, 1.8, там 2.0, и тогда можно делать красивые, разми, телефоны, и можно их контролировать, можно то размывать, то не размывать, ну, очень круто. Я не знаю. Я не знаю. В быстрении кадра есть свои правила и приемы, и все это дело называется композиция, которая имеет свои центры. Это геометрический центр, который является точкой пресечения двух диагоналей, короче говоря, центр экрана. А это Half-Life 2, моя любимая игра, которую я обожаю всей душой и телом. А как Half-Life 2 относится к композиции? Да никак, ёпта, видос на ассурзии, а не о том, как выстроить правильную композицию. Если вас заинтересовала эта тема, если вы получите какую-то инфу, или просто зайдите в описание. Смотрите, он почти все перечитал про композицию, почти все в фиолетовом, чувак, тупо реально ему интересно. Молодой человек сделал уважаемый видеоряд на тему, как снять классно и прикольно, вообще супер и классно и прикольно, правда там ни слова про композицию, но классно и прикольно. Так что, смотрите, Илья, привет. Что я могу сказать о Half-Life 2? Из-за этой игрушки компьютер наберет свои корни Гаррис мод, как вы, наверное, догадались, и еще огромное количество других игр. Вообще серия Half-Life играет невероятно большую роль в игровой ХФ имел невероятно крутую физику и уровень взаимодействия игрока. До сих пор в Half-Life, даже в первом и во втором, физика невероятна. В многих играх физика просто отсутствует как таковая предметов и печалит. Это немножко такой регресс, скажем так, в игровом мире, но иногда это, конечно, вынужденная мера, но вот мне дико нравится физика в Сурсе. Касмиров, физические свойства Сурса очень сильно удивляли тех древних людей из начала двухтысячных. А другие студии по разработке игр брали пример с этого бородатого толстопуза, которого все знают, и его команды. Кроме этого, Фонжер 2 стала первой игрой, которая активировалась в дорогом и многоуважаемом стиме, который создал революцию в распространении видеоигрушечек. В постиков и вошло еще много хороших игр, часть из игроков. Доверемся к Гарри Смону. Изначально я хотел сделать кинематографичные кадры с помощью встроенного в движок вот эта вот, вот эта вот штука, короче. Клипы для мувика в Counter-Strike этих ваших создаются с помощью записей повторов, что я хотел провернуть здесь, но увы. В общем, пришлось выкручиваться и идти в мастерскую, благо один из представителей этого невероятно крутого и талантливого комьюнити уже создал аддон, который превращает вас во фрикамеру и делает движения плавными и аккуратными, как в Майнкрафте с Optifine, когда Z нажимаешь. Майнкрафт тоже классно. Грустно. А ну-ка. Оу. Вылет круто. Чувак, ты думал, что-то здесь будет? Слушайте, ему классно, чуваку надо делать клипы, вот реально ему надо заниматься клипами и у него это вышло бы очень круто. Он шарит в том, как это все делать, как выстраивать, у него охрененное чувство вкуса. Делай клипы, чувак, открой свою небольшую студию, начинай с чем-то небольшим, вот реально, тебе нужна хорошая камера и хорошая объектива. Хочу дать тебе несколько полезных советов, которые могут тебе пригодиться. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новый ролик. Так, кстати, да, подписка, вы знаете, что с каждой подпиской на канал в мире становится добрее, так вот с его каналом тоже это работает. А также лайки, колокольчик, колокольчик это вообще очень важно. Жмякайте на него, бейте в него и говорите все оповещения, тогда будет вообще круто. И лайков 5 тысяч собрать мне изи, ему вообще миллиард поставить, я в этом уверен, потому что делает очень годно. Все. И все. Чтобы остаться в живых. А, и комментарии пишите, да. Попасть в видео можно. Прикол. Чтобы я знал, что хоть кто-то досмотрел до этого момента. Прикол. Я пью описание. Ну и струс-контент не забудь установить, чтобы все нормально работало. Огромное спасибо, что дождались выхода этого видео. Большое вам спасибо за 60 ксов подписчиков. Отдельное спасибо всем челам, которые поддержали меня манисами. Новый видеоряд очень скоро, я вас уверяю. Так что всем спасибо, далеко не расходимся. Все, короче. Круто. Круто. Блин. Надо будет посадить его и новые ролики. Глянь, что он занимается. И надо задонатить любого чувака. Очень круто. Надо будет дождаться зарплат, которые задерживать будет по-любому в этом месяце. Потому что декабрь. И все сделать. Это классно. Это годно. Ребята, ссылка на канал в описании. Опять же, переходите, подписывайтесь и ставьте мне лайкос тоже, если вам нравится. Такое. Все. Будем отцать. Пишите, как вам видос. Пишите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok